Ну-ка, сейчас, 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 я не готова, я не ждал, надо было сначала написать. Ну, добрый день, Христос воскрес! Воистину воскрес! Все слышно? Здравствуйте, Игнатий Тихонович, мы вас не видим. Не видите? Нет, и слышимость почему-то плохая. Слышимость плохая? Да. Ну, а я знаете, что думаю, что-то, наверное, у меня закачка идет, потому что. Сейчас я попробую передернуть вот это, провода, минутку еще, подождите-ка. Спасибо. 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 Вам понадобится? Конечно. А когда будет 8 июля? Да. А нам заранее надо подъехать? Конечно, мы должны с Вами позаниматься хотя бы дня три. Вы-то все знаете, но чтобы Вы, ваш, их курс. Обязательно даже надо приехать. У нас paz take drag hang on the plane. И даже из Германии. Приезжают люди. С aggregates. Сегодня готовится на отправках. Вот сейчас мы поговорим, я вам скину тогда дополнительные вопросы к оглашенным, которые есть. У вас нет этого материала? Нет. Вот я вам скину его. Ну, Игнатик, вы на скайпе скинете здесь, да? Да, здесь прям в скайпе. И скину маршрутку сразу. А вы приезжайте не на один день. Крещение пройдет, и вы здесь побудете. А сколько можно побыть у вас? Да можно побыть до 2 августа. А там уже и дальше посмотреть. Если у нас будут люди, нам тут нужно будет кто-то стряпать должен, помогать что-то там и прочее. Я уже не спрашиваю у вас документы-то, потому что у меня рядом сидит Екатерина, она кого попала-то не подсунет меня? Нет, нет, не подсунет. У нас было так, приезжала через полтора дня на коляску и до свидания. Человек работать не хочет, или приехал один, и видно, что он из черной сотни какой-то. Я их называю нехорошим словом, черная сотня. Ну и тоже пришлось так отправить обратно, потому что человек совершенно не по назначению приехал, а лишь бы только пообедать, да и на боку лежать. А у нас это нельзя делать. Аккуратно решили приехать к вам. Ну, договорились? Договорились. Да, Екатерина, ты собирается, нет? Я пока не знаю, где найти техничка. Так вот, если только двоем. Пока. Я здесь ими работаю, вот, потом у меня будет отпуск. Ну, немножко с деньгами надо поспать, как доброго. Я вам хотела сказать, вот, я уже показывала разные варианты журнала. Разные. Вот сколько привожу в Москве. Вот разные номера, вот такие вот. Видно вам, да? Да. Вот такие вот. Вот последний пасхальный. Это вот, когда я была в Москве, ну, конечно, было много искушений, не без искушений. Вот, в поезде я ехала, когда познакомилась, конечно, немножко там, кто со мной рядом сидел. Визит кидавала, евангелия, свои спехи. Ну, не все, конечно, принимают. Кто-то закрывается. Вот. На обратном пути люди попались более попроще. Одна девочка была с Украины даже, она впервые в нашей жизни была. Так, к маме приезжала. Вот, в Ульяновске она приехала, родилась иногда в Украине. Тоже вот ей дала тоже визитку, стихи и евангелия. Немножко про вас рассказывала. Она, ну, молодая, 22 года сего. Вот. Про водницу понравилась, очень интересная молоденькая девушка. Тоже возраст. И именно, как у моей дочки. Вот. Мы с ней разговаривались. Я тоже там свои стихи подарила. Стихи вот новые последние давала читать. Про вас рассказывала, вашу визитку дала евангелия. Она все хорошо воспринимала. Оказывается, мы земляки. Родители у нее живут в Ульяновске. Она показала фотографию на сотовом, что у нее отец работает по дереву и тонну делает. Так красиво. Ну, как бы немножко... Мы могли, конечно, может, и ночью просидеть. Но было спешение в том смысле, что подошла другая женщина. И уже мы не смогли разговаривать так, как хотели. Потому что все-таки она проводница, она отвечает деду с вагон. А та женщина, которая подсел к нему, она тогда входила в вагон, она упала, зашибла себе ногу. Нога текла, у нее сильно боли. Она только дошла, стала жаловаться. И проводница сказала Татьяне, что будут вызывать ее споры где-то на остановке останавливаться. Ну, я уж тогда не осталась, потому что из-за как бы третьей линии разговорник немножко другой пошел. И я просто всю информацию оставила в своей телефон, в вашу визитку, стихи книги, и ушла уже. Как там что было в ночь, я не знаю. Утром просто мы, конечно, прощались. Вот. В Москве была я. Ну, я здесь вот чему-то мне, конечно, понравилось уже в Божьем Матроновичке, въезжая в Монастырь. Тут у меня как бы свои знакомые молитвы заказывают, там этим салом дешевый требуют. Народа много, но я, естественно, моща уже не так, а всего через не стою. Просто спустилась, подошла, к этому приложилась и так же вешала. Народ, который стоял, правда, Евангель с собой мало брала. У меня сумка была тяжелая, вещей много, там следичь, но много, неизвестно, какого-то будет. И к сыну туда с тем собрала, и Евангель у меня был, наверное, с собой очень пик. Ну, стихи немножко, свои все дела. Ну, и там раздавать пришлось очень мало. Куда шла кучередя, ну, привозила Евангелия, сначала люди, конечно, не пугаются, не воспринимают. Вот. Думаю, принимайте сектантки, как я принимаю. Потом, когда я говорю, показываю, что там, и был, скажем, в период по нашей лице, парень стоял, он говорит, дайте мне. И женщина писала, говорит, на него, раз он берет, и она. И вот я заметила, перед этим еще подошла, там, где бабуль сидели, я им когда предложила, им ангелия. Они отказались делать. Но сначала одна хотела, но из-за того, что соседка не стала брать, и я поняла, что один, получается, как бы так. Они смотрят друг на друга. Если берут один, то берут и другие. Если один не берет, отказались к чему любят, то они берут и другие. Вот этот вот, почему-то такой вот эчек есть. Вот я с этим бабульки стала рыгать. Почему? Или привела им отправление Иоанна Дима 48, отвергающего меня, да? Это эти слова с Евангелия. Вы, отвергайте Евангелие, как бы начала обучать, она говорит, да нет, мне давали этот Евангелие, я брала его, но я внутрь его оставила. Мне это Евангелие, в общем, ей нравится больше, как мило, на церковном славянском, такой старинный. Я говорю, ну, вы же его не понимаете, в церковном славянском. Это же самое Евангелие, это был славянный, все же. Почему? Нет, мне больше нравиться старое, которое раньше было на одной странице, на церковном славянском Евангелие, на другом Псалтере. У меня это удивило. Разве было такое когда-то, выпуск, чтобы на одной странице Евангелие было, а на другой тот же Псалтере? Что-то мне казалось от сомнительной, думаю, такого нам быть не может. Мне кажется, она начала просто оправдываться, когда я ее облечила перед этой женщиной, но и так все равно, глядя на нее, ой, и мне тоже нравится в консерванке, такой я вроде бы не хочу. Ну, я думаю, навязываться не буду, я же говорю, я вам просто предлагаю бесплатных подарков, благословения, кругом, что-то, нет, нет, нет. Ну, ладно, на сегодняшний день не будешь, вот, и ушла, там я долго не задерживаюсь, я там, может, как все, у меня 20, заказать, предложить, вот, думаю, дальше Господь как-то подобит. Храм Песа Спасит, и я захожу только, как бы, с одной целью, там журнал «Биша», ну, думаю, ну, поскольку я была в сумке, у меня там ни в какую охрану хотела пускать, ну, подозрительно, правильно, даже в сумке, я уже в охране 50-50 говорю, ну, я осталась здесь на входе, я только зайду сейчас недолго. Я говорю, мы недавно были, оставляли, он, а кто там разрешил? Ну, я говорю, ну, так вот было, в общем, я на мой карте сяду, ну, ладно, оставься. Я зашла, я такая, убегала «Брадос» мой, это журнал «Душа», любимого взяла, тоже вот «Польза» предлагала, но они, опять-таки, не все берут, некоторые не знают, к чему-то попадаются. Куда я ехала, дети помогли, дети ехали, ну, там в празднике были экскурсии, они даже в Белоруссию ехали, они забрали в спорта, шумно было, в Таникулы, но обратно ехало уже детей, как бы мало было, взрослые в основном, много было мучил, и, естественно, много было влюблено. Долго не ложились, вот это вот, что значит праздники-то, шумиха вся эта. Вот, господоба у меня 9-го пойти на наш шпигар к памятнику, в праздник, я немножко там, ну, жалко, что я была одна, с той стороны они никак не могут, как бы там, то они работают, то и все что-то, вот. Ну, я опять взяла Евангелие, но я взяла, к ним пришел, когда 12 апостолов, 12 Евангелия, он возьмут, я думаю, мне хотя бы попробовать раздать, получится, мне не получится, и все-таки там концерт, музыка, вот, торговля, естественно, идет, все везде. И я пошла немножко, парад уже прошел, чуть попозже, думаю, концерт все будет долго, во время парада-то и не получится. Вот, взяла с собой душа, по-моему, два журнала, думаю, как бы, и стихи опять свои, думаю, там пошли, пошли. Вот. Ну, когда стала, значит, раздавать, интересное было, скорее, за православливие, кто не принимает, кто за мусульманку, кто за сектанку. Если только попались, мне понравились знакомые, те, кто меня знали, правда, таких мало было. Был такой, значит, идет одна женщина, помоложе, другая постарше, и они, значит, с вами когда-то говорят, рассказывают о них, то женщина постарше, она не рискнула взять, а помоложе она, ой, мама, даже знаю, если женщина-то, она же в храм наш ходит. Вот, вот, был один человек, мне так понравился, пошла, ну, я видел в храм, а я пошла точно так же, вот, повязанного, два платочка, вот. И поэтому все на меня так, очень удивительно смотрели, тема удивительно. Потом, там часть у нас была, значит, сидели люди, и я посмотрю, все к мне, как пристали, смотрят, я подумала, что у нас полоса, мы думали, все, посмотрите, я сейчас к ним подолбую. Я им предлагаю евангелие, они говорят, а мы мусульмане. Ой, говорю, в этот раз, оказывается, ясенец. Но они, я им просто предложила евангелие, они, наверное, удивились. Потому что кто-то, ну, кто-то, конечно, в самом деле предлагает. Вот. Потом знакомые, с тех, по поводу, нет, получилось так, я эти девятки все-таки раздала, там мужчины с женщиной подходили, хорошо меня приняли. Я помню, где-то я ее видела, сначала не могла вспомнить, потом, напомните, откуда я вас знаю-то. Она говорит, да мы молодец, храм ходим, значит, черную обушай эту штуку подарила, и вам дала. И потом она говорит, оказывается, она начальницей защиты. Ой, говорит, видите, у меня уже ворсия, я сейчас туда не хожу. Приятно было, что она меня тоже, да, вспомнила. Потому что я раньше часто туда входила, всякие документы оформляла. Некоторые, ну, значит, пар попалась одна такая, которую уже резко не приняли. То есть они уже настолько, по-моему, что ясеканка, что они даже как бы напугались, и чуть-чуть все прям, ой, давайте не сегодня. То есть такое ощущение, я им праздник как бы испортила, Евангелие. Только на сегодня, чтобы нас не трогайте. Вот, напуганы были. Потом, значит, Евангелие когда раздала, я пожалела, что я мало взяла, оказывается. Думаю, надо ко мне еще раз ходить. Но мне идти далеко, здесь может, конечно, поехать, ну, не стало, я наискосок, сколько-то минут, может, 15-ти тех. Я побежала еще домой. Думаю, сейчас я еще возьму 12. Да. Но второй раз, когда пошел, конечно, мы там, концерт еще сшел, народу много, молодежь ходит, ремен еще адюар катает, и все. И было много милиции, много было девушек молодых. Может быть, даже они, как это говорится, после учебы, как практикантки, да, как все говорится, молодые-то. Думаю, еще кто-то, может, начинающие. Что-то помолился, подумал, дайте я попробую им предложить. Иван, видимо, где стоят, значит, я с тех пор не так не подхожу. Ну, он говорит, Савей, вам нужно, Иван, вы храника, наверное, бываете? Нет? Ну, некогда бывать вам. Они говорят, ой, нет, мы при исполнении, нам нельзя. Вот, мы не отказались. Хотя у меня был такой случай во время Пасхи, мы тоже были в возрасте немножко женщины, я им предложила взять милицию, милиционер, что так сказать, для них, конечно, форму, анимацию они взяли. Так, от радости, я говорю, купить-то они, может, и не купят, а так, когда бесплатно взяли, мне было приятно, что из милиции взяли. Ну, здесь уже не стало сказать, дом, раз молодые не взяли, они просто, наверное, друг друга боятся, больше всего. И другим уже не стало, милиция предлагает. Ну, не то, как бы, не жалусь там, хоть тут такая, я думаю, милиции было много, но что-то сказала, если там какая-то такая, я кому-то мешаю, наверное, такого, может, мыслить не двигать не было. В общем, я ходила спокойно, предлагала. Даже потом, получилось, встретила моего сына, бывший, учительница младшего года, но мы с ней, конечно, разговаривали. Она мне знает хорошо, и я уже стала ей рассказывать про вас. Очень много про крещение, про все, как... Да, единственное, очень жалко было, она только сначала, ой, это Ростов, я говорю, как мыслить Ростов, начала, это грубые материалы, книги, может, прикидываться, поговорим, и все. Она, нет, нет, я как все. Я говорю, ну, как все? Говорю, спасаться-то как? Как мне? Я говорю, мы должны отличаться от мира. Если берем, мы используем косметику, то, ну, я уже сейчас стараюсь, как бы не использовать, там украшения, я постараюсь, как бы не использовать. А где-то, так все закрыто, там, повязанно, ну, вот так вот. Она, ну, нет, еще, я, как бы, это... Она тут же, а, я не делюсь, ты меня назвала. Я говорю, да, очень много, чтобы оттись. Потому что я тут приводила на память Евангелие, жаль, конечно, у меня сейчас еще не было, если кто-то это заснял. Там, а, перед этим еще получилось так, что Господь спасал мне бабульку одну. Я иду, где-то старенькая бабулька, с цветами, с палочкой, и я к ней предложила Евангелие, она взяла, она говорит, может, меня проводите? Рядом дома у нее. Ну, значит, мы идем с ним, ой, нас там кто-то фотографировал, потом, а у меня был садовский парад, говорю, молодая пара, что, фотографирует тебя? Ну, они, сделаны с этой фотографией, где я, как в 86 лет, и живет она одна, муж умер, дитя никогда не было, внука, конечно, только у меня родственники есть. Я говорю, как вам тяжело, что вы одна-то? И все-таки она пришла, и она, ну, подумайте, к нам, чай вам пить? Домой она меня привела? Я говорю, нет, нет, чай мне некуда пить, вот, Евангелие читает, и стихи свои подарила, телефон взяла, она говорит, заходите, я говорю, я живу далеко, мне неудобно, можете, когда-нибудь с ним позову, тогда я заберу? А она, я говорю, в храм-то ходите, она говорит, да и нет, но я батюшки на дом называла, то человек у меня в телефон нет, вот, но с ухами, хорошая, и зрение вроде она видит, и так, интересно мне, я говорю, кем работали, где, ну, так немножко с ним переговорили, но воевать она не воевала, хотя у меня тут, награды были, но я вообще-то не спрашивала, пока мы шли, так вот, так вот, ну, ну, вот так вот, да, я еще вспомнила, когда вот, кучительница разговаривала, и, знаете, у меня такой вопрос, она говорит, ну, разбудили же вошел, я говорю, прописи, 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 что правильно вхожение, серб, но она, конечно, что она не помнит, не знает, как у нее было, но она говорит, на разгоне, она же спасла, и вот я не знаю, что было, надо было ответить на это, как нужно было бы ответить, на выдачь. Может быть, там не все сказано было, как это, по обстановке надо смотреть и молиться, в это время Господь откроет двери, а если, он говорит, закроет, никто не откроет, одинаковые, даже одинаковые люди будут, или с одним и тем же встречей еще будет, ответы всегда разные, что сегодня скажет Господь, вот об этом думать никогда не надо, учиться надо, смотреть, узнавать, но настаивать на своем не надо, я вот думал так, они сейчас выйдут, встретят меня, пойдем на лодках плавать, как Нейман, я думал, скажет мне, возложит руки, я исцелюсь от проказа, он говорит, иди семь раз, опупнись в Иордании, он говорит, так у нас рейн, то чем хуже-то, у нас там таких рек хватает, дослуги давай уговаривай, да ради Бога, да ну, трудно ли, и седьмой Тарас, ну когда из воды вышел, и тело стало у него, как у младенца, а он кто, начальник сирийских войск, маршал может быть, генерал, и сразу выпросил себе льготу, когда я вернусь, а царь любит, чтобы я с ним ходил и в капище, и на меня будет облокачиваться, пусть мне Бог это вину не поставит, заранее себе вымолил, такой ход интересный. Я сейчас вспомню, знаете, еще, ну события, я же с вами в доме не ходила, на церковь, тоже как-то и до Квархлада платить ходила, но я всегда выхожу, молюсь Господу, как мне будут говорить, как мне проповедовать, сам пошли, человек, и полос на церковь, что сказать, кому сказать, как сказать, то есть упорая на Бога, полагая, как бы на Богу полагаясь, и вот я иду, и вдруг идет женщина, но расстояние было очень далекое, что интересно, обычно у меня память, но у меня плохая, а здесь почему сразу вы встречаете ее имя, я вспоминаю Тамара и кричи ей, она поворачивается, ждет меня, но я думаю, что все-таки это была встреча от Бога, вот мы идем и с ней разговариваем, она же как бы не связана с ним детьми, не работает, приезжала на похавшине, человек, в храм ходит давно, она читана, она много очень знает, хорает всегда по учательству, меня где-то скрыть, всегда что-то она обязательно будет учить, стихи у нее на юге, и пока она говорит, вот, что ты к директору очень сильно хвалила, ну, я говорю, хвалила, не хвалила, это раненая стихия, я говорю, стало то, что есть, и мы с ней очень много разговаривали, я начала опять рассказывать про вас, очень интересная была беседа, но, естественно, она не принимает, она говорит, это второе крещение, я опять сприсняю, мы из Евангелия много, а она, значит, век с Лизавет подвижение принимает, только нужно новое, то, что крещение, она говорит, это Анна на крещение, что сейчас основное причастие, вот, что много интересного она говорила, последнее, слова, короче, она в итоге пришла в том, что я в заблуждении, ой, мы говорим, она с тобой долго не расстанет, долго будем разговаривать, я свое, она как бы свое, и она в таком вовде приточке, я в заблуждении, вот так мы с ней расстались, хотя и слова с Евангелем, Евангелем, на втором не блаженном все филакте, и, дайте, она не читала, не знала, мне это удивило, и, дайте, она даже воспротивилась, она, видать, даже не слышит слова, русский снег, но человек закрыт не слышит, да, потом мне интересно, значит, а вот сейчас много царевожников, царя, вот это, как-то к этому, да, когда я про вас говорила, проповедник, миссионер, значит, имя, фамилию пока не называла, думаю, ну, это пока для нее, ну, на тот момент, я считаю, было очень важным, я говорила о делах, о проповеде, что там издали книги, и миссионерские поездки были, и все, но она говорит, а как человек вот к этому относится, как-то киснейший вопрос, мне отлично, как вы говорили, она с этим согласилась, довольна, но как только она услышала, что можно с вами сказать, чтобы на компьютере сидеть, она сразу, ой, 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 раз на компьютере, это нельзя, я говорю, ну, и вот это все у меня пошло, я говорю, ничем не пользуюсь, ничем не пользуюсь, да, она говорит, я уже с вещами как-то спрашивала, но она говорит, ты же с краной машинкой пользуешься, ну, да, вроде, грех, грех, ну, короче, тут много всего, что-то принимает к своему усмотрению, и она, она интересна, опыт свой начинает мне рассказывать, я думаю, опыт ты лично, он у каждого крестьянина есть, тот, кто спасается, у меня свой, у тебя свой, единственный, она конечно сказала, что опыт у нее какой был, когда она читала в Евангелии, где запомнила, что Господь Иисус Христос тогда выгнал, то есть в храм торгующих, продающих, вот она, видать, это запомнила, и она говорит, вот хожи, когда в храм, мне, собственно, не позволяет, ходить, заказать, покупать, я не подхожу, это грех, я говорю, ну, в Евангелии, она как бы, сейчас уже не читаю, можно не читать, можно самой доходить, ну, я как бы, еще не спор, стоять при себя, так подумал, вот это можно тысячи лет доходить, если мы с тобой же не живем, зачем доходить к своему ум, когда все готово, я говорю, брат, полкование, боже мой, слава, прочитать, да, сейчас, договорились, да, хотел сказать, ну, вот, со мной, где мы с теми разговаривали, да, как раз, вот, у всех, включайся, на первом, вот у нас сестра, которая с нами, сегодня третья, она у нас час прохищает, она никак не может, то есть, включайся, насколько выложено, да, и эта женщина тоже, Тамара, она говорит, ну, сейчас включайся, то есть, включение, это было, основное, включайся, типа, так как, ну, включайся, включайся, я работаю в икорной лавке, и вот второй раз уже разговор завелась с учеником, у нас храм был, вот так, полковального характера, сейчас сделали на втором этаже, вот, а там ремонт начинается, я ему один раз назывательский говорил, проявляю, дядя Александр, надо бы говорить, сам, сделать, так, чтобы креститься, можно было нормально, любить, если говорить, погружением, а, говорит, это не обязательно, можно пуском, и все такое, но я говорю, да нет, как же, говорит, крещение-то, как же, это же погружение, называется, крещение, вот, вот, раз опять, как разговор опять зашел, и опять, к этому же вернуть, ему сказать, как бы ему опять, вот, это самое, намекнуть на это, я опять ему говорю, дошли до этого разговора, я говорю, вот, у меня азбука, на самом деле, православная азбука, я там, еще, там прочитала, уже мне сказали, что не обязательно погружаться, а я там прочитала, говорю, троекратное погружение, называется, крещение, а он говорит, да нет, я уже по этому вопросу даже к владыке ходила, владыка сказал, можно помочить водичкой, я говорю, батюшка, не знаю, как вам владыка говорил, ведь каждый за себя будет отвечать, говорю, перед Господом-то, я говорю, а крещение-то должны принимать как положено, я говорю, у нас даже сейчас, вот, которые, говорят, священники, и владыка, благословение, с погружением в крещение проводить, я говорю, это же больно, хорошо, это благодатно было, говорю, для вас, для людей, нет, но согласия пока в этом отношении нет, ну, а по поводу того, что вот причастие, да, вот, опять разговор, вот, надо чаще причащаться, я говорю, да, не грещить нам, говорю, да, жизнь по Евангелию, говорю, а причащение, это же как Господь, да, кого допустит до причастия, кого не допустит, ну, так-то он у нас, вот, молодой священник, и, я смотрю, все равно он как-то человечный, вот вчера даже, взятая женщина, приходила, попросила болица, при больнице у нас храм, и, 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 приходила женщина, попросила, чтобы причастить ее родственник, пожилой болица, лежит, деньги, а он говорит, я сейчас пока никакие деньги не беру, еще не если причаститься, она и не причастится, ну, вот, однако, пока так вот обстоят дела, не так священник еще не соглашается с нами, что такое священие. Ну, каждого только спроси, во сколько лет он рукоположен-то, он может быть не священник даже. Что? Я поняла. Во сколько лет они рукоположены это? Когда он священником стал-то, сколько ему было лет-то? 22? он в нормальном возрасте стал, ему сейчас где-то 47, 46, ну, это другое дело, а то ставят мальчишек. Мальчишек ставят, они ничего не знают и только надмиваются. Я сейчас 2-я угасить, ничего, Тамаре, насчет десятин, я говорю, если мы десятин не платим, то мы воры, ты вам, ты немножко стала рассказывать, а она нет, это было веком, то есть она со мной не согласилась. Хотя и читал человек, ну, нет, не соглашается. Сложно, вот грустно ходишь и правильно. А, да, другая татьяна, которая учителем разговаривает, она говорит, ой, это же раскол, я говорю, да какой раскол? Вот, тот и тот, и начинаю объяснять, про вас, когда много информации рассказываю, она говорит, ну, получается, ты хочешь сказать, что вся страна не так? Она так удивилась, что-то все не так. Хотел бы, конечно, чтобы как семья были, вот приход такой, как семья, чтобы были люди, между себя, как родственники, как близкие, это ведь вроде бы так и должно быть. А нет такого. Нет. Они не ищут, они не ищут доказательства и Слово Божие. Им это не надо. У них на первом месте батюшка. Бога-то они не знают. А батюшку только издали видят. Ни одна, может, с батюшкой никогда и не работала, никогда не обедал ни у кого. А батюшка сказал, батюшка сказал, чаще прищищайся. Об этом даже намека нету. Прямо написано, говорит, недостойно прищищаются. Многие больные немало умирают. Почему это не говорят? Это самый главный вопрос. Многие больные. В больнице морги забиты попами. Это что они, как попало, прищищают. Чаще. А почему у нас такое обесценено это? Почему? Если человек даже выпьет, напился, то ему этой пьянки хватает еще дня-два, голова кружится. А здесь прищастие каждый день никакой силы не имеет. Он жизнь дает. Жизнь. О прощении грехов даже и разговора нет. А ты человек, который прищищается, он как недышащий леп златоуз говорит. Он не боится ни врагов, никого. Бог дает ему силу своим духом. А эти люди ничего не знают. Это картина каков поп, таков приход. По этим людям можно определить, что их никто не учил, они ничего не знают. Честно. Это Игнатих. Ой, Игнатих, простите. А я хотела спросить, мне сейчас как крестничать, причащать или не причащать? Она исповедоваться не может. Она только подходит к батюшке, берет благословление, но иногда он что-то ее спрашивает, если она в состоянии понять, что она ее спрашивает, она ему отвечает. А так-то она вот тот, что нас читает, читает символ веры, пытается запомнить, но пока еще полностью не знает, но хромет. Со всеми вместе говорит. Кто к крещению готовится, он должен выходить с оглашенными и не причащаться, иначе какое крещение-то? Он должен быть зачислен в стадию оглашенных, с того момента, как ты услышал, а уж дальше видно будет. Ага, ну все, значит, не причащаться. Вот таким видом не причащаться и оглашенный изыдитель должен выходить, пока не скажет с миром изыдем. Спасибо, Христос. Да, конечно. У нас такая тихонечка, священники, как сказать, на дом много приходят. Они квартиру освещают, причащают болящих и соборуют на дому. Это все происходит. А как соборуют? Люди сами приходят и соборуются? Ну, это да. Соборуют у нас каждый пост. То есть, я просто на своем опте была, когда я второму ребенку была беременна, у меня там была угроза, сложности какие-то были, я вот вызывала на дом и меня батя соборовал. Когда у меня мама была, там еще дети кто-то, то есть у меня тогда на дому соборовало. Дело такое, что один момент, помоложе, когда я была, у меня, как, острых оброз был, очень сильный формен, я вовремя в врачи не пошла, я настолько сильно болела, слегала, что я не могла ничего делать. Вот я тогда тоже приглашала, вызывала священника на дому, чтобы он меня причащал. Я помню, даже лежала, тяжело у меня было. Он говорит, ну, для причастия можно встать, конечно, там, и съесть хотя бы, сколько я смогла тебе. Ну, причастие, ну, конечно, у нас за все деньги платится. Как бы... Ну, должно быть, он пожертвует. Мы, как бы принято у нас так, за все платится. Чтобы это не обговариваться, ну, вот так вот. У меня еще, знаете, какие-то вопросы, интересно, в прошлый раз была в храме, у нас, знаете, как получается, там двух престольных, и третий там, как она называется? Не знаю, кстати, как называется. Третья часть храма, она для священнического облачения. для облачения там. Места много, как бы трех престольных, но два престола, а третий там, где есть священническая облачения, и вот тут места тоже могут, здесь эконом. И у нас поставили стой для детей маленький. Там журналы, там игрушки разложены. В этот раз я пришла, уже полно игрушек. Дети у нас приходят, родители, дети, идет все же будет в турбе, и вот эти дети, и бегают за вперед, и игрушками играют, сидят раскрашат, раскрашатся. И я уже стою не могу. Совсем, обстанно, стоим, закутанно голодаром стоять, тоже не сможешь, да, хочешь, не хочешь, видишь все это. Сказать, подойти, думаю, я не имею права. Где-то вне храма, естественно, все быстро разбегаются. Тут же я хожу на первую службу в силе, например, но я в день-то хожу, начинается сразу вторая служба. Подойти к служащим, кому-то сказать, но это вне храма. Я не знаю, только молиться или что? То есть тут они уже игровую комнату устроены, прям тут же, в самом храме. Надо конкретно по делу смотреть, какая обстановка. Так заощь нельзя ничего сказать. Может, что-то укусили, а может, человек там под каким-то аффектом был, поэтому так и сказал. Написано, не на каждое слово обращай внимание. И что-то доказывать. У Католика, он такой большой интересный человек, и он все это написал. Когда-то Индия была подвластна как колонии у Англии, а пришло время, она получила независимость. А почему? Ганди был такой, Ганди, в наше время он приезжал в Советский Союз. Он отказался от всего, а у них что требуется? Вот если кто-то к ним примыкает, значит, чтобы человек учился молиться, постить, и молчать. И власти ничего не могут сделать. Работает в порту там полторы тысячи человек. Корабли пришли раздружать, а раздружать некому. Они сидят дома, молятся. И главное, бывают такие люди, как звери, они могут и на таких людей кинуться, но тут нет. Они просто выдержали этот подвиг, их видно, кто они такие есть. Поэтому в любом вопросе оно может быть надвое, чего-то не хватает. Почему это и что это означает? Иногда вот мы даже не знаем, какое у нас имя. Имя, а у имени есть свое толкование на имени-то. Считаешь, когда Анастасию за решительницу и другие там, Варвара великомучленница, какая-то приставка к имени, а ее расшифровать надо знать жизнь этого человека, а его не знают, ничего, опять выходит. То есть большего безобразия придумать нельзя. человек должен вникнуть в себя, так что с лица, говорит, все сойдет. А они сейчас не знают, подгоняют, давай крестись, принимай причастие, и все. А где люди живут, как они живут? Священники ничего не знают. Об этом патриарх Кирилл говорил, говорит, мы с севера и востока уже потеряли. Вы подойдите к священнику, скажите, батюшка, можно вас на чашечку чаю, чашечку, чаю, да зачем она-то нужна? Ты за стол его пригласи, где Библия посредине лежит. Священник сразу застонал, да у меня болячки такие, да жена нездоровая, ребенок болеет. У него все на все ответ. А если ты Бога-то любишь, у тебя только смерть прервет твою любовь. Только смерть, как писали комсомольцы в гражданской войне. Уважительная причина только смерть. Вот так и надо рассуждать, если, конечно, они думают о спасении. Знаете, я вспомнила опять, когда с Татьяной разговаривали в 9 мая, я все объясняю, как нужно быть, что такщина должна быть, крещение полное, запад, евангелие, все это нужно изучать, евангелие, если будем судиться-то. Она говорит, ну, самое главное, чтобы любовь была, вот я помню, когда я жил по мистерам сначала, монахинь видела, ой, они такие с ушкими губами, они такие строгие, как будто злые, говорят, ну, должна же любовь, ну, ты же любовь, так самое главное, любовь. А я говорю, а как же она, внутреннего, я говорю, а внешне и так, она была в брюках, накрашенная, но внешне-то тоже должно соответствовать, как вы, вот учите тоже все это, я объясняю. но с чего они сложнее, они, конечно, не пойдут сразу, так вот, внешне меняться, или плохого, как бы, это сложно. Да ничего там нету, пустое место. Они не любят благочестие, благочиние, им это не надо. И там зря, не бей, мисик, не бечи, не бечи. Сказал один раз, и хватит. После первого, второго вразумления, отвращается, а знаешь, что такое развратился, будущее самоосудим. Он сам себе приговор вынес. Такие люди есть. Ну, я вот тоже думаю, мое, как бы, дело сказать, а прямых людей я делаю, как бы, все, даже и приглашаю. Можете прийти, если у тебя, например, нет интернета, нет сайтов, у меня есть материалы, есть стринги, я могу показать, рассказать. Рада, объясни, все. Нет, одно и то же звоню, рассказываю, объясняю, другое там, по телефону кому-то с нами, знакомому, приходите, или я к вам приберу, если есть возможность. Нет, не воспринимают, не хотят. У кого сейчас сдачи пошли, задачи, у кого внуки, все заняты, в общем, вот так вот, сложно. я вот сейчас, вот, я не знаю, на вас вышли, вот так, мы взяли, систему, это, я взяла у взятия, вот этот, большой планшет, и здесь я увидела, что Наталья, это, ноутбук, ноутбук, Наталья Саткова прислала там мне благодарение за стихи, которые вам я посвящала, я, конечно, она прислась в австрисе, но сообщение было перед Саткова, я не видела, только сегодня увидела, тоже благодарю ее, во всем австрисе, просто передаю, вот сейчас, через тайп, выходить я не могу, потому что я, ну, нет у меня такой возможности, у меня стайпы здесь, это сегодня я приезжаю, попросил, вы наши там ролики дошли, нет, мы немножко стыдовали, как мы, видите, отношения-то людей, говорят, если бы они были от мира, мы были от мира, мир любил бы свое, а мы отделяемся от мира, у нас все по-другому, и нигде не надо отвечать, Господь, говорит, ваша сила, власть тьмы, власть тьмы, еще и больше нету, а без этого никак, и погода меняется, и мошкара нас грызет, и комары, еще только нету, звери и крокодилы против человека, а человек все равно выстоит, ты молись, благодари Бога, что тебе это открыто, если бы ты была неугодна Богу, значит, никаких гонений бы не было, так бы, жил, хромал до самой могилы, а вот говорить, выявлять истину, и устоять, никуда не пойти, это чего-то стоит, ну, католиков у них каждый год, кажется, две или три недели он должен приехать в монастырь, в отдельную келью, пьет кьеса, отдельно ему дают там окошечко, чтобы он о себе подумал, кто он такой, один говорит, я на девятый день, говорит, уже поплыл, поплыл, то есть, допрашиваю в это время, я уже еще не знаю, почему, не было крепкой молитвы, а раз нет крепкой молитвы, никакой ее нету, он просто говорит, и не знает, что, если бы дано было каждому, проникнуть в самого себя, увидеть, что в комнате делается, а мы же этого не видим, иначе боялись бы в храм ходить, ответ, вот сегодня посмотри, сколько людей приходят, стоят сзади друг друга, крестят, а по жизни-то самые последние богохульники, вот они заботятся, там нападают, и они там где-то записаны, зачем, а вы под каким епископом, да не под каким, это вы под каким везде ложитесь, а мне зачем это нужно, я просто верую и все. У меня очень интересный случай, я однажды в храме был, в воскресенье пришла тоже на службу, но я рано пришла, и у нас там одна женщина пришла, я ее вообще не знаю, видела несколько раз, и разговор поняла, что она читает в усопшем, вот, и она в какой-то момент решила мне подарить яичко, пришлось в воскресенье, я читала, вспомнила, но от незнакомого человека я не захотела брать, я говорю, воистину, в воскресенье, она, ее, ее держит, я не беру, она говорит, ну это же, а, я говорю, положите на канон, она, ну это же деревянное, вот, интересно, потом, значит, я думала, чтобы сбежать из искушения, значит, накладываю крестное знамение и делаю, ну, как, поклон, письмо, вот, и тогда я делаю поклон, а она держала в руках красную свечу, вот, пасхальную, и, значит, свечка на нее по голове стучит, дайте разума, чтобы мне дали, он достоинь разума, я, значит, голову подняла, ну, так стою, радуюсь, прям, мне такая радость была, говорю, надо же, а я вечером, стихотворение, которое вам посвятило, подруге, читала, она на меня похвалила, я гнула, подругу похвалила, а тут меня смиряет, свечками по голове постучает, значит, а готовься ко причащению, я и она, значит, ну, я отошла от нее, чтобы с кушения не избежать, я опять, потом она это яичко кому-то подарила, это было деревянное распускное яичко, потом она ко причастию пошла, я просто исповедовала, что Дина не ходила ко причастию, вот, на исповеди была, и она уже потом идет мне после причастия к плане, что, я говорю, нет, я тоже, по плане с этим не сказала, так и было интересно, что я еще хотела сказать, я вот смотрю в общей картине иногда в ваших, скажем, видеороликах, очень интересно бывает, да, проповеди слышать очень мало, я почти ваши все проповеди слушаю, вот сестра скажет, даже когда они приходят, включая запись, мы прослушаем, мне очень нравится, я не могу понять, что людей интересует, почему не нравятся эти проповеди, или я не знаю, как-то мало, но я вам сказала, что да, там очень мало, мне больше нравится собрание ваше, скайф видеозаписе, мы, я просматриваю, я бы хотела вынать техничество, если вы еще не против, когда я вам, значит, стихотворение написала, вы там написали, что фотографии, как бы, миг я получила, да, люди же не знают, что там стих начитан, но они смотрят фотографию, и фотография, и как бы, не интересуются, я бы хотела еще раз прочитать, чтобы, может быть, остальные услышали, богословите? Вот как? А вот вы, когда даете считать, вы заранее предполагаете, какой ответ будет, и какая ваша реакция на это? Вот вы кому-то даете, ну, мысленно-то вы уже человека знаете, не чужом уже на улице где-то, и вы так, какой ответ ожидаете-то? Часто бывает так, что не совпадает? Ну, да, естественно, иногда что-то ожидаешь, иногда не ожидаешь, а последнее время у меня было, знаете, наоборот, что-то предполагаешь, чего-то хочешь, а получается, все совсем не так. Мне вчера сестра одна, мы ее знаем, она уже приезжала к крещению, принимала из Германии, ну, и своему священнику дала на пасхальные дни, мной написано было стихотворение, День Победы, День Победы, вы видели? День Победы, Иисус Христос Воскрес, Свои истинного воскреса. Да, да, да. Она дала ему, лев из колена Иодина возлег, вот он прицепился на одно слово, вот другое, видно, что ни Писание, ничего не знает. Да, это 49 глава Бытие, Иаков умирает и говорит, Иуда, леп на дороге, возлег, кто его поднимет? Ну, он воскрес, кто его поднимет? Только Христос своей силой воскрес. Он не знает еще, давай к другому слову привязываться, а почему это такое, а это почему такое. Я, говорит, вижу, что ничего нет, я не стал даже больше спрашивать его. Они очень невежественные. У меня одна брала первую книгу стихов, но она открыто сказала, вот вы говорите, снопы поклонились ему. Ну, при чем тут снопы-то? Я говорю, это про Иосифа, когда он сон видел, что снопы все поклонились. Она не знает, о чем речь. Вот эта гипербола ее не касается. И поэтому ожидать большего не надо. А больше, то счастье, они, если что-то говорят, только по зависти. Они ничего не знают, друзей нету, они одинокие. Он там вот где-то что-то принесут, на что-то наложить деньги. Вот это только считает. И хоть с ними ближе, как познакомишься, скукота смертная. Они не знают ни святых отцов, ни канона, ничего нет. Я сколько раз уже натыкался, думаю, как же так ты батюшкой ничего не знаешь. Совершенно не. Как уличный какой-то. Поэтому нужно на это исходительно смотреть. Это не его дело. Вот какой был герой Глеб Якунин. Однако, говорит, у меня самая большая ошибка была, что я стал священником. Я думал, я священник, теперь я везде буду проповедовать. А получилось наоборот. У меня вот сколько уже с епископов и на дом приезжали, на дом даже, чтобы рукоположить священника. Я говорю, это не мое. Не мое. Почему не мое? А сидим за столом, тут епископ и митрополит сидит. Я им объясняю, где я бываю, в каких тюрьмах. А митрополит тогда и говорит, ну, наверное, это так и есть. Если вы будете в рясе, как надевают они, вас кое-где не пустят. Я говорю, ну, почти везде. Тем более, авторитет священников никакой. Они, просто бывает, нетрезвые встречаются с людьми. Там на машине один сразу двух человек пьяный задавил. Задавил, прямо насмерть. Он уже никогда не может быть священником. Агаон опять слушает и даже нужды нет. То есть поругано священство. И в этом состоянии они еще пытаются за кем-то подглядывать, зляться, какие-то слова испускают. Я еще только подумаю, что нормальный человек разве может это, если он за собой знает и знает, что давно или их расстрелили, убивали. Я думала, новое поколение священников будет более снисходительное, так сказать, общение будет иметь, можно будет встретиться. Ничуть не бывало. Они еще более злые делаются. Они ничего не принимают для себя. Не суди никого, это переводится так, не трожь меня. Больше там ничего нет. Он всех подряд судит, а считает, нету, не трожь меня. Вот и все. Если бы где-то встретились на улице, мне приходилось не раз со священником беседовать, внезапные беседы. Стоит там священник, видно, что в ряске и голосует, мы едем. Я говорю, Николай, остановись, заберем, у нас место есть, маленько потеснимся. А он стоит, женщина рядом, оказалась матушка. Я говорю, и по словам-то, я вижу, что он никакой. Я говорю, знаете что, вот вы говорите сейчас, вот откройте Галатам пятую главу. Я ему дал Библию-то, а он листает ее там, где бытие. Он не знает, где, что в Новом Завете, он даже не знает. Я говорю, а как же вы людей учите? А еще вы надо мной смеетесь, она еще, матушка начала там, это вот вы над ним вроде издеваетесь, он не знает. Я говорю, вам деваться некуда, мы едем-то, вас садим, вам идти пешком. Так что уж молчите, сидите. И провезли их 1300 километров. Доехали тут до Барнаула, до дому. Я их знаю, они ни в одну тему не могут вписаться, потому что не считают ничего. Ни божественной, ни такой мудрости нет. А которые знают, если много, те такие скромные, они знают свое дело. А это верхоглядые. А боятся епископа своего, как огня. Епископ узнают, он меня говорит, с ребятишками на мороз выкинет. Вот как смотрят, как на лютых зверей. Мы были в этом, в Омске, а там был священник, говорю, митрополит в это время, Феодосий. Его отправили на потом покой. Так он уходил, когда уже ему 70 с лишним лет, подписи собирали, горожане все за него просят, чтобы оставили. И он это себе похвалу берет. Какая похвала-то, народ-то ничего не знает. И уходил, когда ему уже все, на пенсию, называется, не отправили, а почислили. Он там все выключатели, все пододрал со стены. Следующий архиерей приехал, свет не может зажечь. И люстру, и выключатель, и все оторвал и ушел. То есть положение аховое. Трусость и корысть. Корысть и трусость. Вот это, в этом состоянии, он какой тебе может дать совет? Он только задвигать тебе дальше будет, чтобы ты не говорил. Во свете, что ты говоришь, во свете Евангелия, все делается явным. Поэтому я дал вам истину, дал свет. Они не любят совершенно это. Они не имеют общения близкого. Ну, кто-то выгодно им там что-то ремонтирует, тогда придет. А так нет. Не знаю. Вот у нас архиерей был, Евтихий Курочкин. Так он с нами вместе. Я пошел пасти овечек, и он со мною. Овечек пасти. Там нашли большой зарод сена, но его раскидали уже, оно, видимо, к сожжению. Мы на него залезли, там целый день валялись. Любой вопрос можно решить, задать. Он только что выступил в Печате, наверное, как пришлось отца с войны встретить, или немецкая мина ему ногу прошила всю. И вот он с этим отцом-то был на ноге, на одной, считай, едва наступал. И что он запомнил? Сейчас, говорит, не на митинге, никуда не хожу. Такая власть, система-то о людях не заботится, а я бы лгать должен был. Почему я должен лгать? Избирает одних и тех же. Я бы сказал, что они Бога не знают. Это самое большое. Вам сказали, что о десятина. А спроси, а почему Бог, говорит, меня обкрадываете? Обкрадывают, когда вот, ну, я вам дал и сказал, вы деньги храните. А кто-то пришел, в карман залез. Он ограбил не вас, он меня ограбил. Потому что мои деньги мне принадлежат. А почему он, Господь говорит, Малахи, проклятием вы прокляты. Пусть они найдут, где так дважды Бог проклинает. Проклятием вы прокляты. Причина-то какая? Считаем, промерозы, они не пришли на помощь Господу с храбрыми, да будут прокляты. А те люди-то прокляты, они во всех отношениях. А они обкрадывают Бога, обкрадывают. То есть, десятина, она нам не принадлежала. Бог ее дал, чтобы мы ее перенесли. Доверил перенести, а человек прикарманил, и говорит, а теперь моя. Она не наша. Когда мы получаем 100 рублей, десятки нету там. Она Богом приложена, чтобы я пошел отдал. 90 я заработал, да я 90 не заработал. Вот если человек берет в аренду машину, где-то работает с кем-то, он должен это оправдать. И машину где дают, или лыжи кататься. А как же она же портится? Здесь надо все закладывать. Бог нам дает землю, а мы ее изгадили, так он участник или нет. Земля вся ядовитыми отбросами атомными, это, как называют, блевотина реакторов. Кто это сделал? Бог. Люди извратили. А Бог-то не сделал такого. Он сейчас начинает судить. Вчера о пище разговаривали тут. Вот Бог сотворил все. Я говорю, что он тебе модифицированные продукты, сою, маргарин сотворил. Да Бог не творил эти консервы, там рыба плавает живая. А люди туда кислоты налили, чтобы она не портилась. Раз не портится, значит там отрава, яд. А нормальные продукты, они портятся. Нормальные продукты, черви грызут яблоки, а которые нигде не мягко и не берут. Это означает, оно ядовитое. Вот шахтеры с собой брали всегда там канарейку. Она в клетке у них была. Работает, на нее глядят. Если она начинает опрокидываться, падает, это означает процент углек, это газа отравляющего повысился. Пора уходить отсюда. Она птица, это понимает. Они не понимают, ни о чем говорят. Вот нападают, а спроси, а что это такое-то? Он не знает. Бог дал землю, испортили, дал солнце, затмилось от дыма. Дал дожди, а они желтые идут. Осадки разные, серные-то. Это Бог ли разъедал нам? Нет. Это мы все испортили. Это такой разговор был, будто бы кто-то жаловался Богу, Господи, ну почему такое? Я женился по любви. Она как ангел была, как одевалась. Ну сейчас прошло год, два прожили, ну как ведьма какая. Поедом сгрызает меня, и все. А Господь будто бы ему ответил, говорит, я Еву сотворил девой, а женщины вы их сами делаете. И поэтому получаете, что заслужили. И весь ответ. Бог-то не творил зло. Он зло не творит. А человек лепит, что попало, и к Богу в обвину ставит. Бог дал землю, солнце, все дал для нас. Божье или нет? Бог принимает участие? Конечно. Дыхание дал, меня сотворил. Вот кости шевелятся, как надо зажать там. Все это Бог сделал. И как же не поделиться? Это я работал, у меня пальцы сжимались, дал мне инструмент, я им работал, там рубил, пилил. Это Бог дал. Как же я ему не отдам-то? А вот это было в Ветхом Завете. В Ветхом Завете и в Новом человек тот же самый. Он должник со всех концов. Это люди говорят, жадные, не знающие Бога. Несытости написано. Это как у ненасытимости. Говорят, всегда дай, дай. Дай, дай. Никогда не кончается. Их может, этих людей-то понять, раз он Бога не знает и не знает, что он его сотворил, что земля где-то несется, что земля, вокруг земли одеяло кислорода. Но он не знает этого. И неохота знать. А кто это дал? Один вопрос. Кто? Я сотворил Господь. Говорит, и нет равного мне. Я и слава Моей не дам никому. Никакой Матроне никому не дам. Сделали богиню на земле. Ну, с ума сходят-то. Везде Матрона, Матрона, Матрона. А Алексей Иосифов-то и говорит, ну, посмотрите, о чем они там пишут-то. Есть записки-то какие? Что там просят-то? Там духовной ни одной нету. Духовная-то что? Ну, мы молимся об одном. У кого-то родственники неверующие. Мы простираем руки к Богу и говорим, Господи, дай им веру. Не дай ему уйти из жизни без покаяния. А в основном-то люди ничего не знают. Мы уже уходим. Служба закончилась. Аминь. Священник вышел и кричит, не забывайте там свечки, покупайте. Не забывайте мне в карман, положите деньги. Ну, проповедь-то не говорят. Это редко-редко где говорят. А говорит, да к о чему попало. То Сергей Есенин, то еще о ком-то занятии. Ты мне о Христе расскажи, как ему угодить, как прославить, как достойно возлюбить, чтобы было видно, что это добрый дар от меня исходит по любви к нему. А этого нету. Ну, на этом фоне-то легче всего быть городом на вершине горы. Если тебе Бог, конечно, открывает. Вот так. Ну что, собирайся, Екатерина. Екатерина Тихонича, я часто вот у меня напротив окна второй раз гнездо воронье свело. И я тоже сижу за ними, как они водили птенцов, как они кормят, так интересно. Говорят, самые умные. Это я из-за митра, когда расстроили гнездо, они несут то бумажку, то пакетик. Я детям рассказываю, говорю, ну, надо же. Это они, говорят, там белки хрупляют. И вот я за ними наблюдала. У нас сначала было потепление, а потом резкий холод. Я все переживала. И снег пошел. Думаю, как же она там, яичек, наверное, замерзут, не высидит. И все следило, следило. А потом, смотрим, все-таки высидели. И сейчас они кормят утром, особенно интересно. Как, видать, ворон прилетает, скрыв дает воронихи, как они вдвоем начинают кормить. Так очень интересно наблюдать за ними. И, знаете, этот момент какой-то был, тоже, как я сейчас на кухне сидела. Я не помню, чем-то я занималась. Я поднимаю голову, и вот резкий ветер поднялся. Дерево, на котором они там, значит, наклоняются сильно. И у меня так сердце взламяло. Думаю, сейчас вот это. Тем, тем, тем вылезет. Я так напугалась. И как бы вот от сердца жмолилась, Господи, думаю про себя. Ой, я напугалась за них. А как же она? Мама-то ворониха-то за своих. Че то, что напугалась? Ну, че то, мама-то не пугалась? И потом, какой-то момент, секунду, вот, ну, это несколько секунд проходит. Поднимаю голову. И что мне интересно, знаете, как удивительно было? Ветер, он дул, дерево наклонялось, а тут и никакого ветра нет. Вот это всего происходило несколько секунд. Я так удивилась, говорю, ну, обычно я знаю, наш город, он стоит на холмах. У нас всегда ветер. Как и Москва стоит на семи холмах. Я все удивляюсь, когда приеду, и сын там слушал, я говорю, ну, надо же, от ветра уехал. Думал, тебе у Москвы лучше будет, а у него под Москвой часть стоит. У них тоже там постоянные ветра. Я говорю, ну, и дома был ветер, и там был следующий ветер. Вот. И я хочу сказать, ветер у нас, он всегда почти ветер. Но если он дует, так он и не перестает. А знаете, как он интересный дует? Он же не тихий дует, а он вот резкий. Так что он помил дерево, но в какой-то момент я замолилась, и как бы Господь услышал, помог, да? Вот, говорите, неверующий скажет, ой, совпадение. А я говорю, надо же, и уже дерево стоит, и уже не планете. То есть Господь как бы услышал молитву в мгновенное церство. Произошло так интересно, мне было удивительно. А если иногда часто бывает, ветер дует и дует, ведь молись, не молись, а он все равно дует. Но тут почему-то как-то, я не знаю, как. У меня даже сейчас падает домом, дерево растет, как-то, обекосовое дерево цветет во все. Интересно, я там Сиджи посвящала ему сколько лет. Лет 18 я жила, но он не цвел. А вот последние годы он начал клести. Клады приносят у нас. Мы один год даже, что у меня про 5-литровый ведер, приносил. Я говорю, в этом году цветет наверное опять, может плоды будут. Так интересно. Кто тогда сажал, неизвестно, может и не сажал, а пусть проезросло или растет. Во славу Богу. Мы видим, что, допустим, ворона выйдет и сидит и каркает. Нам кажется, кар-кар. А они не просто так, говорят, и птенцы ворона просят у Бога пищи. Давыд говорит, птенцы ворона, в 103-й словом считает, просят пищи. То есть Бог понимает их язык, так сотворил. И Он дает свое время. И львы жаждут добычи. Он вышел, лев покричал, никого нет. Два дня, и он сдохнет. Все время надо калории повышать. Бог ему посылает то косулю, то крокодила. Надо научиться. Не сама ли природа учит вас, Павел говорит. И поэтому, глядя на природу, мы должны взять для себя. Вот у меня кошечка, она была, Павел, маленькая, но совсем махонькая привез. А сейчас уже большая кошка за зиму-то. И вот сядет, вчера ложится спать, она села у рукомойника, никуда. Что? Она слышит, где-то там мышка шабарщит. Смотрю, уже играет. Это, вот, ей вложено это. Кошки игрушки, а мышки слезки. Не про собаку говорится, а кошка, ей это дано, положено. Она в доме живет. Интересно, в храме, если кошка ходит, ничего, а если собака зашла, храм освящать заново надо. А они спят вместе, живут вместе. Правила, какие нам церковь дала, это канонические правила, они обдуманы, на практическом опыте построены. Вот вы говорите, если, ну, с одним познакомились, ну, тот ушел, ничего не сказал. Ну, придет время, он встретится и скажет, а мы с вами встречались. Вот как-то в одном месте разбирали книги, книги складывали по пачкам и отсылать, кому надо. И говорят, ну, разговорились, и ты, Марья, как пришла? Она говорит, я была в таком-то городе, Мельбурни, говорит, и слышу, меня кто-то по плечу задел. Я обернулась, а мужчина так улыбнулся мне и подает, вот я гляжу, это Евангелие, все. Я, говорит, стала читать и обратилась, а ты как? Она говорит, а я в этом городе тоже была, говорит, и тоже из магазина выхожу, слышу, кто-то по плечу задел меня. Я обернулась, мужчина, а как он выглядел? Ну, и сколько собралось там, и женщин, может быть, двадцать, пакеты делали-то. И все одинаково сказали. А она говорит, а я его знаю, однажды разговаривалась, он глухонемой, уверовал, говорить не может. А Евангелие-то эти достал-то, и он идет по всему городу, раздает. И сколько людей пришло, это все через него, через глухонемого. Оно заговорило, Слово Божие. А там пишет, мне кажется, Вера Кушнир, это в Мельбурне было, в Австралии. Ну что, сестры, давайте прощать все. Сейчас, знаете, тихичный последок, историю интересную мы рассказывали. У меня тоже такой случай был. В Святом Месте как-то поехал, людей было много, в Источии мы зашли купаться, а я одна осталась, но нельзя мне было. И думаю, я начала петь Богородицу, а я думаю, одна, обычно хоть в это мы много поем, а тут я пою, одна, думаю, чем я одна-то. И представляете, рядом было дерево, и налетело столько птичек. И когда я пела в городе в Радусе, и птички так пели, пели со мной. И потом люди тогда вышли, я говорю, ну, надо же, я рассказываю такой чудесный случай, говорю, у вас, Горни, был со мной никого пикником, а птички со мной пели, славили. У Давида написано и в ночи прославлю тебя. И вот Володя на днях уезжал, Василия брал с собой там сухую траву убирать-то. Ну, его проводил, это 4 километра до разъезда, и там, как он посадил его, все заснято. И мне поступил материал, я его сейчас выставлять буду. А оттуда, видимо, Володя идет, я не понял, туда или оттуда. И фонариком маленьком светит на дороге, еще чуть-чуть-то. Идет и все время поет псалмы, молитвы. И весь ролик, он темный такой, черный, и время от времени куда-то на лоб тут направят, больше ничего нету. Так интересно. Ну, мы привыкли, выходит, если петь, человек там руками взмахнет, а тут никого не видно. Идет про себя, поет и все. И вокруг тьма, ночь густая. Если чего можно сделать, интересно будет. И этим человеком интересен, что он нестандартный. У нас у каждого свой талант. Нельзя настаивать на том, что не принято уставом каким-то. Вот у нас принято устав вот так вот одевается, благощинно так. А если у человека не принято, он еще будет. Он не знает даже где. Вот у нас на все правило. За столом сидеть, чтобы над столом не склоняться. Видели, как едят? На кусочек, и чтобы две руки было. Чтобы ни на чашке, нигде. А почему? Василий Великий говорит, скотина наклоняется, а человек подносит пищу к себе. Все? То есть наклоняешься, это скотина. А Сирах говорит, стыдись облокачивания на стол. Стыдись. То есть это бесстыжий человек. Почему? Где, говорит, стол, там престол. Не знают люди. Ну, а если знаешь, скажи другим. Игорь Тихонович, я хотела добавить еще, сейчас вот, после крещения, я так думаю, может, ведь он Господь просветил, почему-то совесть мне вот так подсказывает, и я смотрю на мусульмана и понимаю, и совесть мне, что нужно ходить именно в платках. Да. Даже если зимой, пусть это шаль или что-то, если шапочка тонкая, только вниз под платок. Сверху должен быть обязательно платок. И я рассуждаю, и прихожу к тому, если вот женщина не носит мужскую одежду, кстати, вот учитель Татьяна меня тоже говорила, вот в группах-то, это же мужская одежда, нельзя. Вот. Это все равно, что, говорю, мужчина бы одел женскую юбку, и он сказал, что это юбка мужская, я говорю, то же самое головные уборы, женщина носит шапку, но это тоже мужская одежда. Я почему-то по такому выводу пришла. Хотя многие не согласятся, но я для себя решила, что тиша от те зимни, которые у меня были, я уже не могу их одевать. То есть я всю зиму купил теплый платок и проходил в платке. Вот так я думаю, Господь открывает. Вы другим можете сказать теперь. Это повод рассказать. Валентина Стартисон приходит на занятия, слышали, как она говорит? Они с дочкой, ну, дочь-то взрослая, вот так вот одетые и едут туда, и все время видят, одна женщина там бегает, тренируется. И потом глядят, она уже, женщина там пришла в храм и рядом с ними стоит. Я все думаю, ну, куда эти женщины красивые едут-то? Вот и весь ответ. У нас приехали американцы здесь, вот я где сижу, ну, там Библию издали на другом языке, аэродским, помогали, и они посмотрели на нас. Какие у вас женщины красивые? Я говорю, это платки красивые. Я еще, знаете, как смотрю на мир, на внешний, на, как сказать, когда ходишь, жизнь, она сама учит, да, стоит подставить. Когда я перед тем, даже, когда в глащема ходила, я думаю, как же мне, ну, я сразу же одела, и закрытая рука, чтобы все были, то есть всегда было застегнуто, да, как бы вот так вот все. Да, да, да. Вот, югка длинная. Единственное, что меня смещало, на работе, как я буду мать полы, то югка длинная будет мне мешать. Ну, самое главное, чтобы ноги были закрыты, там, там, всталблотки или что-то, югка, ну, совсем длинная не получается, вот, я думаю, на работе, как бы, ну, в виде исключения, было мне, хотя бы, платок сначала. На работе, я слава Богу, платок ношу. А когда пришла в магазин, где работают мусульманки, так мне интересно было, Господь ответил на мой вопрос. Смотрю на мусульманку, она подметает полы, она в длинной юбке, я говорю, надо же, по-моему, Господь отвечает, но вот видишь же, они же в длинной юбке работают, ничего ей не мешает, и везде так, и с цыганами, идешь, говорю, на них смотрю, ну, лучше, говорю, они, независимо от любой погоды, всегда в юбке, всегда в платке, независимо от чего. Кстати, у нас есть один франк, всегда в платке, в длинной юбке, то есть они прямо отличаются, даже в деревне, когда ездила, у нас там батюшка, если я когда приезжала, всегда тоже ездила летом, и там вся семья приходила, и что интересно, я вот смотрела на них, говорю, вот они, нам пример, они пришли всей семьей, тегнетелый табор, маленькие дети, взрослые там, папа, бабушки, это видно, что семья огромная, так они все причащались, все исповедились, и я вот смотрю на себя, и потом говорю кому-то даже своим, вот, говорят, проповедь, сравнение даже, цыгане, они все причащаются, все семьи идут, а мы, посмотрите, христиане, мы обычно, либо муж идет, либо жена детей ведет, у нас отдельно, у нас нет единства, даже если мы идем по причасти, у нас нет единства, даже в этом цыгане, нам, как бы примеры плюс, здесь везде хорошему пучиться, как вы говорите, да, я иду и смотрю, и здесь чего не обрежу, у нас сегодня занятие, вы знаете? а да, так что приходите, спасибо, я приличу саму работу, до свидания, спасибо, так, отключаться, я сейчас, отключить, сейчас, сейчас, я отключусь, спаси Христос, и, так, так, Продолжение следует...